Я заново буду записывать видео, потому что мне сказали, что нет звука, но звук, оказывается, есть. Сейчас посмотрим, если кто-то появится. Окей, меня слышно нормально? Как меня слышно? Окей, смотрите, это видео такое emergency, оно спонтанное, я к нему не готовился. Я хочу просто всех предупредить, я только что разговаривал с Нью-Йорком, с Квинсом, у меня там очень много друзей есть. Нью-Йорк просто отдали их правительство, их губернаторы, отдали просто голод на разграбление бандитам, голод грабят. И не просто грабят и бьют магазины и плазы, стали заходить к людям дома ночью, взламывать дома, потому что знают, что у людей нет оружия. У меня есть три видео, два видео показать не могу, и ты сейчас на упользование. В этом видео видно, как парень, наш парень, бухарский еврей, ювелир, у него, видно, было оружие дома. Они взломали к нему дом через бейсмент, но он это услышал, он выскочил с оружием, двое убежали. Одного он задержал, его забрала полиция. Те люди, у кого нет оружия, они сидят, забрикадировали в своих домах и боятся просто выйти на улицу. Но я хочу поговорить не об этом. Есть еще одно видео, которое я поставлю попозже. Это видео показывает, как через Рингтон, как подъезжает UPS-трак, реальный UPS-трак. Выходит водитель в форме UPS-трайвера, подходит к двери, стучится, им открывает дверь, у него в руках пакет, как только открывает дверь, водитель вталкивает хозяина в дом, за ним забегает еще три человека с оружием и грабит дом. Окей? Под пистолетами. Нью-Йорк, где оружие у нормальных граждан запрещено. О чем я все? Я злой, как собак. Вы не представляете, какой я злой. Потому что все эти демократы, все эти базарные, я извиняюсь, я даже не буду их именами назвать, которые кричат, что надо забрать у нас оружие, у население оружие забрать. Потому что, видно, это очень опасно. Это такой totally fucking bullshit. Почему? Потому что у криминала оружие будет всегда, оружие всегда будет на черном рынке. И люди не могут себя защищать. И вот пример Нью-Йорк. Нью-Йорк отдали на разграбление, у людей нет оружия. Они прячутся по домам, как крысы. И эти твари заходят к ним в дома. Этот парень, ювелик, а что-то у него был пистолет, и он выскочил на улицу, он защитил свою семью. Нет, не знаю, чем бы это закончилось. Его семью все могли положить. Это богатых районов Квинса. Это о том, что нам здесь говорят, вот они не подуспальные районы, они будут громить Донтаун. Это полный bullshit. Они будут громить и Донтауны, могут пить и наши спальные районы. Хотя здесь во Флориде по-другому, потому что у нас есть оружие, нам есть чем защищать свою жизнь. Но дело не в этом. Я что хочу сказать всем, как детектив, который много лет этим занимается, как человек, который занимается безопасностью. Будьте предъявлены осторожны. Если к вашему дому подъезжает FedEx, UPS, USPS, не открывайте никому дверь. Пускай положат под дверь вам этот пакет и валят подальше от вашего дома. И только после этого, когда вы посмотрите в окно и никого рядом не будут, вы откройте дверь. Я честно хочу сказать, может это было смешно или не смешно, когда подходят к моему дому и стучат в дверь. Я открываю дверь, у меня задний рукав сзади меняется, и я держу его как пистолет. Я уже не доверяю никому, тем более в нашу ситуацию. Понимаете, как это началось с коронавирусом, когда ходили люди по домам. И сейчас то, что происходит. Будьте очень осторожны, предельно осторожны. А сейчас постоянно приходят какие-то обновления, что сегодня, допустим, пришло обновление, я не знаю, кто там это распускает. Может, услуги, не услуги, я не знаю. То, что шествие будет на Шериданин, ЕС-1, потом шествие будет Гриффин-Рот и Форфрей-1, потом шествие будет на Холанделе. Эти мирные шествия, я не верю в эти мирные шествия. Эту толпу кто-то ведет. Эта толпа предельно настроена грабить. В этой толпе есть четыре варианта людей. Первый – это реальные протестанты, которые протестуют за какую-то свободу слова. Их очень мало. Потом идут реальные мародеры, которым плевать, что делают, лишь бы грабить. И антифа. Кстати, в этой толпе даже еще есть криминальные люди, которые отпустили из тюрем. Недавно у них коронавируса, отпустили десятки тысяч по всей стране. Потому что сказали, что им очень-очень опасно находиться в тюрьме, зато им не опасно ходить и грабить магазины. Без масок, без ничего. Вот, поэтому еще раз, я понимаю, что это видео такое спонтанное. Я очень злой сейчас, потому что я мой товарищ Мисквинца показал. Будьте еще раз, с того же, не открывайте дверь никому. Вообще никому не открывайте двери. Кто бы ни был. От FPL до UPS до... Кто бы ни был, дверь никому не открывать. Все. Пускай положат и валят на все четыре стороны. Если есть дома оружие, обязательно делайте так, чтобы у вас было оружие доступно возле вашей передней двери. На ночь закрывайте все двери, у кого есть аларм, включайте аларм, чтобы ваш дом был защищен под алармом. Окей, чтобы никто не мог ночью залезть. И не расслабляйтесь, потому что еще столпа, она управляемая, и управляет ее, направляет ее. И неизвестно, куда эта столпа может пойти, куда ее направят в следующий раз. Потому что ее могут направить в наши спальные районы, где более-не-менее зажиточные люди живут. Куда можно прийти, где полные холодильников и продуктов, где есть аппаратура, техника, машины. Поэтому еще будьте очень осторожны. Пожалуйста, получайте, пожалуйста, разрешение на ношение оружия. Те, кто не могут получить разрешение на ношение оружия. Есть люди, которые не могут. Есть люди, которые подали на политику, и они не могут получить. Получайте hunting license и покупайте шатганы. Шатганы это тоже хороший вид защиты своего дома, даже лучше пистолет. Целиться не надо, не промахнешься. И те, кто не имеет права ношения оружия, они могут держать оружие у себя дома спокойно и защищать свою property. Надеюсь, что Трамп включит свои мозги, надеюсь, что Трамп ведет военных, потому что их надо давить, эти гадов. Это не люди, это не люди, которые решают чужие бизнесы, это не люди, которые решают чужую жизнь. И надеюсь, это произойдет. Я знаю, что в Миннесоте сегодня вели войска, потому что губернатор хоть и демократ, но он понял, что он обосрался. Я слышал, что Деблази уже поругался с Кома, потому что Кома скажет, что Деблази неправильно управляет Нью-Йорком и отдал его на разгромление. В Нью-Йорке? В Нью-Йорке полиция запрещает охранять. Полиция запрещает охранять, и люди охраняют себя даже сами. Я вчера сказал в Калифорнии, в Глендале очень многие побоялись толпу против Генда, потому что армяне, ребята, вышли защищать свои дома, свои бизнесы, и с ними никто не захотел связываться. Мы продолжаем, мои ребята продолжают охранять склады с амуницией, мы это делаем круглые сутки, потому что в форт Ладуделье есть склады, которые откуда-то узнала толпа, что там есть оружие, есть амуничное, и это никуда не вывезти. Там большое количество оружия, большое количество патронов, и мы боимся, что толпа доберется до этого. Поэтому мои люди круглые сутки охраняют эти склады. Последние две ночи были более спокойные, три ночи назад пытались сломать, мы их не пустили. Есть какие-то вопросы, пишите. Есть у меня друг, его зовут Сэм Барбаков, вы можете увидеть его в Омега Форс, можете связаться с ним, он проводит классы по тому, как получить лицензию, как правильно стрелять. Народ, если вы себя не защитите, вас никто не защитит. Даже в мирное время, когда ты набираешь 911, то полиция приезжает в течение от 5 до 10 минут, за 10 минут может произойти очень многое. А в наше время не факт, что вообще полиция приедет, и не факт, что полиция будет вас защищать, поэтому защищать должны вы себя сами. Большое всем спасибо, будьте осторожны. Я буду периодически укладывать такие вот видео, когда будет подходить какая-то информация по поводу... Мне, кстати, недавно... А, еще один вопрос, недавно задали вопрос по поводу трак-драйвера, которого ехал в толпу. Красавчик он сделал, все правильно, я думаю, что его освободят или уже освободили. Я не знаю, как в других штатах, но если вы находитесь во Флориде, на 95-м Харвее, где-то в Говоде, дорогу перекрыли, и вы оказались в толпе, и вы видите, что, особенно если у вас дети в машине, там, жена в машине, старики в машине, вы сами увидите, что толпа беснуется, вы видите, что толпа будет ломать стекла, взломать дверь вашей машины, знаете, езжайте, нажмите на газ и езжайте. Если вы собьете кого-то, это его личная проблема, нечего было прыгать перед вашей машиной, тем более на федеральных трассах, на трассах 95-го Харвее. Потому что лучше, как говорят у нас, лучше be judged by 12, to care by 12. Лучше, чтобы тебя 12 людей судили, чем 12 людей на гробу тащили на кладбище. Поэтому еще раз говорю, будьте осторожны, если можете, не выходите из дома. На работу и домой, пытайтесь вместе меньше ходить. Пытайтесь в 8 часов вечера не высовываться на улицу, потому что вы можете быть арестованными. Но если вы попали в ситуацию, где вашу машину заблокировали, и у вас в машине дети, валите оттуда. Валите, как только можете, дайте на газ и уезжайте, не останавливайтесь. Потому что толпа, она сумасшедшая, толпа ни на что не смотрит, толпа вас разорвет. Толпа разобьет машину, а толпа разорвет вас, поэтому выезжайте. Люди, у которых большие семьи, как у меня, вот раки, нам немного легче. Люди, которые на маленьких машинах немножко тяжелее. Вот, но я не знаю, кто этот Богдан, я не знаю этого человека, но я знаю, что он сделал правильно, у него не было такого выхода. Если вы посмотрите видео, он попал в мою толпу, у него был хазмат, он вел с собой бензин. Если эту сцену бы подожгли бы, мы не представляем, какой был бы взрыв, там по хайвее бы, что твою мать тебе разнесло. И вы видите, как они били его двери, и он уехал. Я не понимаю, почему он идиот, остановился. Он должен был дальше ехать и уезжать. Я не знаю, что он встал и дал себя вытащить из машины. Он уже поехал, он должен был валить оттуда, я не знаю, может он перепугался, может он очень человечный человек. Но кончилось с тем, вытащили из машины, его избили. Счастье, что его не убили. Вытащили его документы. Потом эти документы, его ID, все, поставили в фейсбуке. У него беременная жена, его, я знаю, там о семье стал получать угрозы бедные. Поэтому еще раз говорю, не останавливайтесь, выезжайте, не связывайтесь. Вот стрелять в самом крайнем случае, если вам уже нет, у вас нет никакого выбора и вашей опасности. Если приходят на вашу улицу, приходят в ваш дом, вообще не думайте ни о чем. Закон Флойда позволяет стрелять. Стрелять на поражение, только будьте уверены, я знаю, может они правильно сказали, стреляешь, убивай. Если бандит грабить, останется жив, то потом будет немножко труднее, потому что потом будет его история и ваша история. Это будет только ваша история. Ваши прапортии, это ваш кассел, ваша машина, ваш кассел. И люди этого не знают. Я сейчас нахожусь в машине, остановлюсь на красном свете. И мне начнут машину бить в стекла, залазить кто-то. И я не смогу никуда уехать, я достану пистолет, буду стрелять в этих людей. Потому что машина, это моя private property тоже. Поэтому, когда ты находишься в машине, находишься дома на своей прапортии, ничего бояться не надо. Защищайте, доставайте оружие, стреляйте. Когда приедет полиция, вызываете полицию, говорите, я был фэрл ванлайф. Это значит, я боялся своей жизни. Не рассказывайте полиции очень много историй, потому что полиция остается в полиции. Вы должны дать свое имя, социал секьюрити, там, где свои данные. И попытайтесь сразу позвонить адвокату. Стрелять только на поражение. Никаких конечностей, стрелять только на поражение. И никогда одну пулю. Выпускать 3-4 пули сразу в человека. Вот. И никогда не рассказывайте полицейскому, скажите, знаешь, дорогой, расскажи нам, мы на твоей стороне, расскажи, как все это было. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. В любом случае. Вчера Сэм Барбаков выступал, и многие рассказывали, он говорил, что любая стрельба будет стоить вам денег. Я немножко не согласен с Сэм, хотя я его очень уважаю. Смотри, какая стрельба. Если вы будете стрелять на территории своего дома, куда пытались громиться бандиты, громила, что-то еще, вам ничего не будет, вас даже не арестуют, заберут оружие для экспертизы, и все будет нормально. Опять же, даже если будут какие-то проблемы, лучше пускай будут проблемы, чем вас убьют. Или убьют вашу семью. Поэтому ничего бояться не надо, окей? Вот. А стрелять, да стрелять. А кто управляет тому, кому это нужно сжечь? Ну, что за детский сад? Кто управляет толпой? Кто? Ну, как вы думаете, кто управляет толпой? Те, кому не нравится наш говернмент. Те, кому не нравится наш президент. Они воспользовались этим. Не было бы этого чернокожего мужчины, которого убили, был бы какой-то другой мужчина чернокожий. Не было бы этого, было бы что-то другое. Это просто... Кто-то, кто-то, кто-то на это уже, кто-то это разжигали. Это просто надо, это... Это рано или поздно случилось. У них другого варианта не было, как это сделать. Потому что завтра, по-моему, начинается слушание в Конгрессе по поводу слежки за Трампом, нелегальной, нелегальной слежки там федералов, то, что там происходило вообще. И пытаются, первая часть пытаются просто отвлечь, я так думаю, отвлечь людей от того, чтобы они смотрели за этим всем. Чтобы у них были свои проблемы. Но опять, я политику не езжать, не мои проблемы, я не хочу об этом знать. Я хочу, чтобы только все понимали, что это опасно, окей? Все, всем большое до свидания. Я у меня доехал на работу, все, поэтому... Да, сегодня начали слушание от Кирилл Пралик. Поэтому надо было людей отвлечь, чтобы люди боялись своей жизни, а это слушание они не видели. Уже там будет раскрыто очень-очень много криминальных тайн против демократической партии, против Клинтона, против Обамы, против Байдена, против всей этой шушеры, которая непонятно чем занимается. Вот. Так что еще раз... Кстати, вот я вижу, вышел прямо в эфир Даниэл, это мой брат. Еще раз говорю, ни в коем случае никаким ЮПСом, Федексом не открывать дверь, ничего не делать. То есть в машине можно иметь собственное оружие. Да, в машине можете иметь оружие, я в машине вожу оружие, у меня сзади помповое ружье у меня лежит, сбок, у меня висит пистолет, вторая обойма, да, в машине можно вводить оружие. Даже если у вас и нет лицензии, вы можете в машине водить оружие. После вы не можете держать его на себе, не держать его под сиденьем его. Оружие можно вводить. Все, большое спасибо всем, берегите себя, не открывайте никому двери, очень много home invasions. Будьте осторожны, особенно ночами, когда приходите домой. Если вы приехали вечером домой с работы, прежде чем зайти в дом, посмотрите по сторонам, чтобы не было подозрительных машин, чтобы не было подозрительных людей вокруг вашего дома, чтобы вас не могли столкнуть в дом вместе с вами. И никому, никому не открывать двери, не останавливать машины, не реагировать, ни на какие провокации, ни на какие вообще. Большое всем спасибо.